Концерн Volkswagen в последнее время буквально завалил нас новостями. Во-первых, модернизировано семейство двигателей EA211, которое в разных версиях выпускается с 2012 года. Сначала полуторалитровый турбомотор серии Evo 2 появится под капотом европейских кроссоверов T-Roc и T-Roc Cabriolet. Но скоро этим двигателем оснастят и другие модели. Среди конструктивных инноваций. Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр объединены в модуль контроля выбросов, который расположен ближе к двигателю. Это позволило одновременно повысить эффективность, сократить использование ценных металлов и заложить основу для соблюдения перспективных экологических норм. Снизить расход бензина поможет оптимизированная система деактивации второго и четвертого цилиндров. Алгоритм переписан так, чтобы моменты включения-отключения стали еще более плавными, а диапазон применения стал шире. Отдача мотора TSI осталась прежней, но вскоре появятся и другие модификации. Напомним, что в составе подзаряжаемых гибридов мощность установок достигает 272 лошадиных сил. Еще интереснее новинка, которой фактически не существует. Мы про изображение седана Faiton второго поколения, который, как теперь признается Volkswagen, был почти готов к серийному производству в 2015 году. Но разразился Дизельгейт, компания переключилась на зеленую повестку и проект закрыли. Видимо, психологические травмы бывают не только у людей, но и у целых автоконцернов. По случаю 20-летия первого Faiton немцы все-таки решили показать публике единственный ходовой образец поколения второго, построенного на свежей тогда модульной платформе MLB. Продолжателем дела Faiton отчасти можно считать другой седан, электрический Volkswagen ID.Aero, который стартует на китайском рынке в середине следующего года, а затем появятся версии для Америки и Европы. Сейчас это только концепт-кар, правда, довольно близкий к серийной версии. Китайцы с немцами держат интригу и ничего не сообщают ни об интерьере, ни о технической начинке. Известно лишь, что емкость батареи 77 кВт-часов, то есть предполагаемый запас хода превышает 600 километров. Прототип отличают роскошные диски диаметром 22 дюйма и оригинальная задняя светотехника. Продолжение следует...